Всем привет, на связи Александр. Сегодня я покажу, как пошагово сшить худи с самого нуля. В сторис в инстаграме я уже рассказывал, как заработать первые 50 тысяч на пошиве одежды и закрепил этот план в актуальных. Там мы разобрались, что нам нужно всего лишь две вещи. Научиться шить и научиться продавать свое творчество, ну или вызывать эмоции. А если чуть-чуть подробнее разобраться в базе, то есть технике пошива, как пользоваться инструментами и что для этого нужно. И самому практиковаться хотя бы 2-3 недели. После того, как мы научились шить, нам надо понять, для кого мы будем шить. Какая наша аудитория? Дети, подростки, домохозяйки, а может даже светские львицы или более общая аудитория. Туда подходят худи, футболки, штаны. Вот мы уже, допустим, разобрались, что мы хотим шить на большую часть рынка и хотим научиться правильно шить худи, а это сейчас самое ходовое на рынке. Теперь давайте приступим, как сшить худи с самого нуля. Правда, я буду кроить на полу, потому что мне еще не приехал в мастерскую стол. Я его заказал, мы придумали интересный дизайн, но он еще готовится, поэтому поехали. Я буду шить худи по выкройке от Мама Шила Малышу. Ее можно найти на сайте, купить, скачать с клей. Мне было неохота, поэтому я ее просто купил на Валдберрис. И она мне приехала в бумажном формате через пару дней. Надо было ее только вырезать. Но в этой выкройке есть такая стойка сверху, и я хочу сделать без стойки. Хочу капюшон. У меня есть другая выкройка, и я от нее возьму капюшон. Я, кстати, часто миксую выкройки. Например, основу беру от одной выкройки, капюшон от другой, карманы от третьей. Еще какие-то детали совсем от другой выкройки. Иногда приходится немного моделировать, чтобы все нормально подошло. Но я это очень часто делаю. Давайте перейдем ближе к кройке. По этой выкройке можно использовать любой, в принципе, трикотаж. Футер двухнитку, футер трехнитку, петлю или начес. У меня же это футер трехнитка пике. Она же называется еще дабл фейс или лакосты. Перед тем, как крыть, вам нужно декотировать ткань. Простыми словами, либо проутюжить ее с паром, либо просто постирать в машинке в стиральной. Крыть буду подолевой. Это значит вдоль ткани, сверху вниз, буду крыть по одной детали, сворачивая ткань пополам для одной детали. Мелом обвожу выкройку и обязательно переношу все надсечки с выкройки. И вырезаю деталь, если деталь со сгибом. Например, спинка или полочек. А рукава и капюшон нужно крыть без сгиба ткани. Но их нужно зеркалить. После того, как выкроили все детали, начинаем сборку. Я начну с капюшона. У вас должно получиться 4 детали капюшона. 2 левых, 2 правых и 2 детали средней части капюшона. В итоге 6 частей у капюшона всего лишь. Если есть опыт, то можно детали не скалывать иголками. Но если такого опыта не имеется, то лучше всего скалывать иголками, чтобы детали между собой шить без всяких косяков. Я обычно иголками детали не скалываю, потому что уже какой-то опыт имею. В общем, соединяем детали капюшона на оверлоке. Когда будете прошивать, иголки выдергивайте из камней. Если иголки вкалываете поперек шва. А если делаете так, как я, то вкалывайте иголки подальше от шва, чтобы не задеть иголки потом ножом оверлока. А то нож затупится и там начнутся проблемы с ним. Придется менять, покупать и так далее. У вас должно получиться 2 таких половины капюшона. Теперь мы их отутюжим хорошенечко. У меня есть вот такая подушка для ВТО для горловины. Я буду ее использовать. Вообще у меня есть колодка для капюшона, но подушка для ВТО вот эта вот конкретно мне удобнее. Если у вас нет ни подушки, ни колодки, то можете просто на доске гладить. Ничего страшного, в принципе. Теперь нам нужно их сложить лицом к лицу и сшить на оверлоке между собой по кругу. Все, кроме низа. Можете, кстати, для внутренней части капюшона использовать не основную ткань, а, например, какую-нибудь вообще кулирку. Она и дешевле будет, и слой будет чуть меньше, чтобы сшивать. После того, как сшили между собой эти детали капюшона, надо сверху еще на этом шве проложить отстрочку в 2 мм. Отстрочку делаем на внутренней части капюшона. Можно теперь поставить люверсы снизу капюшона под шнурки. Но мне больше нравится вовнутрь капюшона вставлять такой объемный шнур, и выглядит это интересно. Прокладываем по капюшону строчку где-то в 2 или 3 см от края, чтобы туда потом вставить шнур. У меня есть вот такой клевый шнурок вот такой толщины. Я его вдергиваю в отверстие, которое у нас получилось. Потом я его расправляю на всю длину внутри там. И потом снизу я зашиваю по кругу капюшон прямой строчкой в 2 мм от края и обрезаю лишние шнурки. И получается такой вот клевый капюшон. Теперь переходим к основным деталям. Я буду дублировать верхние срезы полочки и спинки, чтобы потом у нас кофта не деформировалась. У меня есть вот такой дублерин полосками. Я буду использовать его. А вы как раз можете нарезать дублерин полосками, если у вас нет вот такого специального. Теперь складывайте спинку и полочку лицом к лицу верхними срезами уже продублированными полосками дублерина и прошиваем на оверлоке. Теперь нужно прошить рукава. Я вот так выкладываю уже сшитые детали полочки и спинки и у нас есть надсечки, которые мы перенесли с выкрытия. И мы очень быстро и легко понимаем, где какой рукав пришить, так что тут мы не ошибемся. Просто делаем так, чтобы надсечки сошлись на рукавах и на основных деталях. Можете сколоть иголками, а можете не скалывать. Это как вам удобнее. Дальше прошиваем на оверлоке. Можно еще сделать отстрочку, но я ее не буду делать. А вы как хотите. После того, как пришили рукава, надо сшить одним швом от начала рукава до низа кофты. То есть складываем кофту лицом к лицу и скалываем иголками боковые срезы и рукава. И просто прошиваем обе стороны на оверлоке. Кофта уже почти готова. Осталось пришить только капюшон. И если вы новичок, то это будет для вас самое сложное. В том плане, что там большая толщина и как бы надо иголки не сломать, аккуратненько прошить. Но не переживайте, у вас все получится. Я вам сейчас все покажу. Во-первых, на спинке, на горловине найдите середину. И также на полочке тоже найдите середину. И пометьте либо мелком, либо иголкой. Выверните кофту, чтобы швы были снаружи. И засуньте вовнутрь капюшон, чтобы получилось кофта и капюшон лицом к лицу. Сначала можете середину капюшона сколоть с середины спинки. А потом переднюю часть капюшона сколоть с середины полочки. Я буду делать в небольшой нахлёст, примерно в сантиметра полтора. И потом распределите равномерно по всей площади и сколите иголками. А вот сама сложность будет в том, как я и говорил, то, что нужно прошить на оверлоке вот эту толщину на капюшоне, где шнурки. Самое главное, не гоните на большой скорости, шейте потихоньку, аккуратно. И у вас тогда все получится. И даже иголки не сломаете у оверлока. Теперь пришьем манжеты из кашкарсе. Я их вымеряю на глаз всегда. Вот так кашкарсе складываю пополам. И вот так на глаз вымеряю, сколько мне надо. Потом отмечаю мелком. И линейкой отмеряю 30 сантиметров в высоту. Это на два манжета. Вырезаю, разрезаю пополам. Теперь просто складываю пополам. И прошиваю с противоположной стороны на оверлоке. Затем их нужно вот так сложить пополам в районе шва. Чтобы получилась двойная манжета. И теперь их нужно сколоть с кофтой. Таким образом, чтобы кофта была вывернута швами наружу. И получается, что манжет будет внутри лицом к лицу. Но манжет без разницы, какой стороной скалывать. Поэтому просто манжету прикалываем к лицевой стороне кофты. Но чтобы швы кофты были внаружи, а манжета внутри. То есть так будет удобнее потом вам пришивать. И тут тоже не гоните сильно, потихонечку аккуратно. Потому что там толщина чуть побольше будет. Аккуратненько пришейте и все. И в принципе на этом все осталось. Только обработать пояс. Я просто сейчас линейкой и мелком отмечу две отметки. Одну, например, полтора сантиметра. А другую два сантиметра. И загну вовнутрь их и прошью прямой строчкой. А вы если хотите, можете пришить пояс. Либо из основной ткани, либо из кашкорсе. Таким же способом, что мы делали манжет на кофте. Кофта полностью готова. Я ее шил для заказчика. Поэтому я одевать ее не буду. Но у меня есть точно такая же. Я шил ее для себя. Я правда к ней еще на рукава пришил вот такие лампасы. И вот такие резиновые люверсы. Купил и пришил их. И получается шнурок дернул. А сама худи сшита именно по этой выкрытии. В принципе, ничего сложного. Я думаю, у вас все очень легко получится, если вы сделаете все так, как я сказал. Ну что, наш урок закончился. Как вам в целом? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь в личных сообщениях. А если у вас есть вопросы, то можете задать их в анкете. А я сделаю прямой эфир с ответами на вопросы и постараюсь ответить на все вопросы качественно. Кстати, для тех, кто заполнит анкету, я отдам бесплатный гайд по пяти способам продвижения и привлечения клиентов для тех, кто занимается пошивом. И те, кто внедрит 2-3 способа, у них 100% появятся новые клиенты или первые клиенты. Можете даже не сомневаться. На связи.